Ну вот, где-то столько приблизительно влазит в данную сумку. И это, друзья мои, согласитесь, не мало. Почему же я поставил сюда данную флягу? Потому что она замечательно влазит в боковой карман данной сумки. Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео я хочу сделать небольшой обзор сумки Fisherman, модель F48. Сумка довольно-таки большая, но в то же время очень удобная. Данная рыболовная сумка имеет довольно-таки, ну скажем, внушительные размеры, но в то же время не такая уж и громоздкая. Вмещает в себя очень много, но удобно именно в перемещении по водоемам или, допустим, в перевозке тех же самых снастей. Я данную сумку беру с собой на рыбалку в лодку. Давайте посмотрим поближе, что в нее влазит и какой функционал она в себе несет. Данная сумка имеет множество разных карманов. Я считаю, что они довольно-таки удобны. Два кармана маленьких наверху. Здесь у меня, кроме всякой ерунды, пока ничего не лежит. Ну, кстати, удобно сюда складывать приманки, которые уже оснащенные. Если у вас коробочки нет, то вот быстро, видно, я сюда накидал, собрал и вот здесь они у меня лежат. Ткань данной сумки не такая зацепистая, скажем так, и крючки не цепляются. Две ручки. Лямка для переноски. Боковые карманы. С двух сторон. В данные карманы можно положить и коробки, и просто набросать всякие приманки. Маленький кармашек. Опять же, он с двух сторон. Сюда можно положить поводки. Кто курит пачку сигарет, чего угодно. Передний карман довольно-таки большой, вместительный и многофункциональный. Я тут храню разнообразные коробки с приманками, плетенка. Также в этом кармане есть всякие разнообразные резиночки, куда можно всякий инструмент разложить. Я не знаю, что-то, ну, подвесить там какие-то отцепы, корцанги там, я не знаю. Ну, все, что угодно. С противоположной стороны на этом кармане есть вот такие еще дополнительные кармашки с сеткой. Повторюсь, в боковые карманы можно поместить и коробку, и в россыпь какие-то приманки. Это дополнительный маленький кармашек. То, что я показывал сверху. Карман. Также сумка имеет большой основной карман. Имеется вот такая перегородка, которая съемная. Ее можно снять. С двух сторон она вот имеет такие многообразные кармашки, в которых я держу тоже разные всякие, скажем, рыболовные прибуды. Она снимается. Внутри сумки большое-большое отделение. Сейчас я расскажу, что сюда влазит, что я здесь держу. Давайте сверху начнем. То есть, вот все я разложил. Все здесь у меня как бы так... Ну, это еще, в принципе, так навалено. Вот. Открываем. Здесь у меня в пакете отдельно силикон. Данная сумка у меня по ультралайту, поэтому здесь маленькие все приманочки. Вот этот самый большой, наверное. Вот. А так разнообразные мелкие всякие приманки. Вот. В пакете. То есть, удобно не в коробках держать силикон, а уже вот в гермо этих, в родных их гермопакетиках. Силикон не сохнет. И чтобы они не бросались нигде, не разбрасывались по всей сумке, я держу их в пакете. Может быть, это не очень, как бы, говорится правильно, но, по крайней мере, пакет взял с силиконом, в сторону его отставил. А здесь уже, грубо говоря, смотрится. Но эти приманки просто не в коробки не влезли, поэтому я их здесь набросал. Вот. Какие-то просто новые еще даже не кунал. Это все мы лишнее выбросили. И теперь здесь коробки. Коробок очень много. То есть, вот такая коробка, которая вмещает в себя, да, ну, тоже какие-то приманки. Так. Маленькие коробочки. Здесь у меня тройники лежат. Запасные, разнообразные, да. Кстати, вот тоже интересная коробка с лайтовыми всякими блесенками и тому подобное. Кому интересно, вот моделька тоже. Так. Ну, здесь у меня очень старая, древняя лайтовая маленькая коробочка. Очень удобно помещается в жилетку. Когда в жилетке я хожу, значит, я отсюда достаю ее и кладу в маленький кармашек. Это лайтовые вертушечки. Так. Ну, кстати, имеется перегородка, которую можно разделить на две части. Вот. Ее можно здесь поставить, можно здесь поставить. По-моему, даже здесь две перегородки было, я не помню. Или одна. Ну, короче, крепление для перегородки две. Вот. Так, давайте большое отделение рассмотрим. Опять же, двусторонняя большая коробка. В данном случае это прям фантоновская. Таких сейчас коробок очень много. Фантоновские, по-моему, дорогие. Но есть и от Германа коробки подешевле. И от разных других производителей. Кстати, коробки очень удобны тем, что они, во-первых, имеют вентиляцию. Вот они, вот эти, да, отверстия. То есть, приманки сохнут. И, во-вторых, приманки лежат очень хорошо. То есть, они не... Сильно не цепляются друг за друга. Можно вообще положить по одной приманке. Но я, как правило, вот по две кладу и нормально все лежит. Главное брать с хорошими застежечками. Ну, это понтоновская одна из первых коробок, когда еще не было всяких... Когда не было, скажем, разнообразных... Ну, когда не было большого апплимента. Вот такие коробки мне очень нравятся. Они очень толстые и, значит, хорошие застежки у них, значит... У коробок очень важно, на самом деле, когда вот эта боковая стенка, она толстая и довольно-таки глубокая. То есть, ну, высокие стенки вот эти вот именно у крышки. Почему? Потому что на жаре часто коробки деформируются. Вот такие толстые не деформируются. Ну, опять же, вы видите, да, масса разных приманок. Да, там еще коробка. Ну, вот, сначала вот эту посмотрим. Здесь, значит, тоже куча вертушек. Раньше я очень любил ловить на вертушке. Вот, очень часто ловил ими. Щуп, окуни. Даже головля. Вот. Там еще коробка, опять же, с приманками. Внизу жесткое дно. Но жесткое дно не встроено вовнутрь, к сожалению. А можно, к счастью, сумку можно постирать, наверное, без жесткого дна. А с жестким дном, с встроенным, не постирать. То есть, жесткое дно снимается. Вынимается отсюда. Ну, оно жесткое, просто, скажем, вот, жесткое дно можно было сделать пожестче. Внутри этого большого отделения тоже есть карман, которым я не пользуюсь лично. Так, здесь вот еще куча всяких коробок. Еще две. Тоже куча разнообразных приманок. Это всякая мелочь. Но ее, кстати, вот куда-то нужно положить в другое место. Вот эти вот мелочь, кстати, хорошо складывать вот в это отделение. В эту верхнюю вот такую съемную крышку, скажем так. И вот здесь их хранить. Здесь вы видите уже, что кое-что у меня лежит. А это я забуду отложить. Кстати, фурнитура, вот, ну, корейская, не корейская, не знаю, сколько она корейская. От компании Fish Season тоже довольно-таки хорошая. И овсетники у них хорошие, и заводные кольца у них хорошие. Много чего у них есть хорошего. Там у меня от компании YORG. Тоже неплохие, в принципе, всякие и жиголовки. Ну, это все не совсем по теме. Так, в боковой карман, помимо вот этих всяких, ну, мелочей, скажем так, назовем это, которые могут лежать опять-таки в коробках, можно разместить вот такую большую коробку. И она сюда замечательно входит и закрывается. У меня одной рукой сейчас неудобно, но она сюда входит и закрывается. Так вот, вот такая сумка. Сейчас я вам покажу, сколько в себя вмещает. Я сейчас просто сумку уберу в сторону и выложу, ну, скажем, выложу отдельно коробки и покажу вам, сколько коробок сюда вмещает. Итак, друзья мои, вот столько коробок вмещает в себя данная сумка. По сути, небольшую горку еще всяких можно россыпью насыпать приманок. И вот такой пакет еще с приманками. Почему я поставил сюда фляжку? Фляжка, на самом деле, тоже очень удобная от компании «Арктика». Это термофляжка, она плоская и она влазит как раз тоже в боковой карман. Фляжка невысокая, плоская. В этой фляжке около литра. Вот такая, друзья мои, довольно-таки вместительная сумка от компании «Фишерман». Сумки данной компании делаются, я не знаю, из какого материала, но из материала, похоже, чем обшивают как раз вот тубусы. То, что я вам показывал, гофры, значит, для катушек. То есть материал довольно-таки прочный. Не довольно-таки, а очень прочный. Данный материал трудно порезать, трудно порвать об ветки. Сильно не цепляется крючками. Специальные рыбацкие сумки, которые довольно-таки очень удобны. Также данные сумки можно использовать не только для рыбалки, но и в качестве перевозки каких-то своих вещей. Также сумка имеет защищенное дно от воды. Вот такой, друзья мои, коротенький обзор по данной сумке. Если видео вам понравилось, ну, во-первых, ставим палец вверх, то есть лайк. И внизу в комментариях можете что-нибудь добренькое написать. Вот. Если вы захотите такого рода обзоры видеть у меня на канале, у меня, ну, скажем, сумок такого рода, ну, скажем, наверное, с десяток точно есть, могу данной информацией поделиться. Могу о них рассказать и показать вам их поближе. Желаю всем вам рыбацкой и жизненной удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Ловите больше.